Приветствую, друзья! Сегодняшний обзор я хочу посвятить, как вы их часто называете, лучшим из недорогих планарных наушников, а именно Такстар HF580. Модель не сказать, что свежая, однако о ней до сих пор спрашивают, да и немало тех, кто все еще на нее облизывается. Впрочем, удивляться тут нечему. На вид они очень серьезные. Внутри стоит большой планарный излучатель 76 на 97 миллиметров, целых три метра кабель, предельно ровная настройка АЧХ и макерчатые амбушюры в комплекте. То есть, как говорится, полный фарш. О них сегодня и поговорим. Поехали! Поставляется модель в довольно компактной коробке с глянцевым изображением самих наушников и общей схемой устройства их чашечек. Заводской график АЧХ нам почему-то привели лишь в инструкции по эксплуатации. Оттуда я, кстати, узнал о их чувствительности в 90 дБ и импедансе, равном 32 Ом. Однако, не обманывайтесь этими цифрами, наушники очень требовательны к усилительному тракту источника. Не столь сурово, как мундроп пара, но тоже довольно существенно. А вот 550 грамм веса для меня, так сказать, оказались новостью. Я думал, что меньше. В комплект нам положили ту самую инструкцию, переходник с три с половиной на шесть тридцать пять миллиметров джек и вторую пару уже матерчатых амбушюр. Из коробки нам установили куда менее функциональные из кожзаменителя. Кабель на вид простой и, к сожалению, не сменный. Хотя три метра длины – это уже хорошо. Смотрятся наушники, конечно, очень богато. С мягким оголовьем, комфортным прижимом в голове, подвижными элементами из металла и двумя степенями свободы у чашечек. Примерно на 45 градусов ходу по горизонтали и на 15-20 по вертикали. Да и уши внутри не потеют, хотя места под них маловато. Нюанс у данной модели один. Как вы уже догадались – это открытая конструкция чашечек. Причем степень перфорации тут гораздо ниже, чем было у Монтроп Пара. Но все равно вам слышно все происходящее вокруг, а окружающие смогут, так сказать, в полной мере оценить вашу фанатеку. При этом сделано все на отлично. Ничего нигде не стучит, не скрипит и не болтается. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас быстрый, хотя и немного ступенчатый импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике достигающие 1,82%. Что, как для полноразмеров, вполне нормально. Фаза ведет себя естественно, а с затуханиями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем практически ровную прямую до 500 Гц включительно. Затем идут отклонения плюс-минус 5 дБ, что тоже приемлемо. Ну а венчает это пик на 7,5 кГц для усиления четкости звучания и плавный такой уход на вторичный план. Если судить строго, то график тут куда более ровный, чем у Мондроу пара. Однако у последних заметно протяжение верха и есть акцент на области, отвечающий за выразительность. Который, кстати, требуют почти все современные таргет-кривые. Относительно звука опять же имеется один очень важный нюанс. Изначально, когда я пользовался наушниками в стоке, то был крайне удивлен паразитным низкочастотным гулом, который ну никак не вяжется с заявленным высоким качеством звучания. Знаю, найдутся те, кто его не слышит и те, для кого это божья роса, но ситуацию это не меняет. Впрочем, после того, как я заменил амбушюры на матерчатые, этот самый гул исчез, ну или уменьшился до вполне вменяемых значений. По крайней мере, жаловаться мне стало не на что. Не сказать, что теперь все совсем хорошо. Все-таки остались вопросы, связанные с их притемненностью, небольшой глухотой и заметно так прибранной пачеха выразительностью, но, как для своей цены, это уже приемлемо. К тому же у них прекрасное разрешение, мелодика, вполне достаточно воздуха, натуральная по всем характеристикам сцена, явно выраженная массивность и любопытно так подчеркнутый низ. Сэнди Аудио Аполло еще басовите и сочнее. Они столь же мелодичные и притушенные на высоких частотах, но, увы, без матерчатых амбушюр в комплекте. А значит, в них можно уловить отраженный сигнал, который, как всегда, размывает бас и всю нижнюю середину. Да, это решается, но шаманить с амбушюрами придется именно вам и за отдельные деньги. При прямом же сравнении герои обзора мне показались глуше и мутнее Аполло, хотя и ценник у них очень разный. Выбирая между ними Мондропара и Сивгалуан, так старые, на мой взгляд, наименее интересные и максимально простые по звучанию. Я помню, что ценник на них опускался аж до 7 тысяч рублей, но сегодня-то это все 14. В сухом остатке, как для своей цены, все с ними, конечно, неплохо. Однако и революции тут никакой нет. Как и чего-то прямо изысканного в плане характера. Сам бы я лучше выбрал хороший динамик, чем такого уровня планар, но то дело вкуса. С другой стороны, производителю как-то удалось избавиться от плоской сцены и неестественного такого планарного призвука. А это уже дорогого стоит. Бас здесь глубокий, четкий, в достаточной степени текстурный и, что совсем уж хорошо, с явно выраженной саб-частью. Серединка чуть притушенная по эмоциям и драйву, но детальная, в меру прозрачная, с неплохой мелодичностью и певучестью. А вот верха, хотя и ощущаются полноценными, но эта самая глухота все окончательно портит, выдавая их очевидную бюджетность. Что же с этим можно сделать? Ну, во-первых, надо поднять АЧХ на области разборчивости. Для этого подойдет абсолютно любой фазолинейный эквалайзер. А во-вторых, постараться сделать их еще более открытыми. То есть убрать любую имеющуюся там фильтрующую подложку. В целом, модель-то нормальная, но требующая, так сказать, небольшой доработки. В плане стилистики каких-то ограничений для нее я не вижу. Думаю, она на должном уровне отыграет как что-то оркестровое или сложное джазовое. Так и рок и, например, не слишком скоростной металл. Идеальным такое звучание я, конечно, не назову. Но, как за свои деньги, это, так сказать, приемлемо. По усилителю им нужно примерно полватта выходной мощности на канал. Но это как минимум. Естественно, это далеко не лучшее, что я только слушал, даже если говорить о бюджетном сегменте. Но плюсы у Такстар, вне всякого сомнения, имеются. Тем более, что внутри установлен настоящий планарный излучатель. А это у многих новичков вызывает прямо-таки трепет. Итогом открытые наушники Такстар HF580 очень круто выглядят. Хорошо сидят. Прекрасно собраны. С действительно большим планарным излучателем внутри. Неплохой настройкой. И, что тоже немаловажно, от всем известного своим именем бренда. По звучанию у них реально просто рассыпь достоинств. Таких, как разрешение, однородность, динамика, мелодика и, конечно же, глубина баса. Кроме того, производителю как-то удалось победить ощущение плоской сцены и синтетический планарный призвук. В минусы же отнесу спорные решения относительно АЧХ. Ухо лишь частично умещается в чашечку. Внушительный вес в полкилограмма. И ту самую глухоту, что, на мой субъективный взгляд, сводит на нет все привилегии открытой конструкции и сильно оттеняет достоинства высоких частот. Если все-таки решите их брать, то обязательно замените амбушюры на тканевые, разберите их и уберите фильтрующий слой из чашечек. Этим можно внушительно так добавить звуку натуральности. Из коробки же это просто бюджетные наушники со своими достоинствами и недостатками. А на этом у меня все. Это были наушники Такстар HF580. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok